Всем привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт конфеты одного известнейшего шоколадье и экспериментатора Рамона Марата. Этот рецепт называется крема Каталана. Вообще крема Каталана это испанский аналог крема Брюле, то есть это нежный крем с сахарной карамелизованной корочкой. Переработав его в конфету, Рамон Марата придумал сделать ее на основе марципана с добавлением заварного крема и точно такой же сахарной корочкой. По задумке автора сахарную корочку поверх марципана надо было карамелизировать утюгом, но к сожалению у меня это не получилось, возможно вы видели эти мои приключения в инстаграм, поэтому я карамелизировала корочку обычной кондилерской грелкой. По сути мы приготовим разновидность марципана, нарежем его как нарезную конфету и заглазируем в темном шоколаде. Из необычных ингредиентов в этом рецепте пастеризованные желтки. Я купила готовые, вы можете найти в интернете, как их сделать самостоятельно дома, не обязательно покупать. И также нам понадобится небольшое количество сгущенного молока без сахара. Я тоже купила такое сгущенное молоко в банке, готовое, оно продается в магазине. Я не готовила другой вариант, поэтому что получится с заменой, честно вам скажу, не знаю. Всегда говорю, что если в авторском рецепте даны конкретные ингредиенты и не указана возможность замен, то для получения результата, который задумал автор, ничего заменять не стоит. Кстати, недавно у меня вышел новый мини-курс по ярким начинкам для корпусных и нарезных конфет, а также трюфелей. Там 10 вкусов, 10 рецептов, и вот как раз там замены приветствуются и даже предлагаются. Курс называется МЖНачинки, информацию про него, вы можете прочитать по ссылке под этим видео. И этот рецепт крема Каталана по этой технологии, которую предлагает Рамон Марата, я готовлю в точности, как он указал в своей книге. Поэтому все отклонения остаются на вашу ответственность. Итак, давайте приступим. Я приготовлю меньшую порцию, чем дано в рецепте. Это мой первый эксперимент с этой конфетой. Очень важно, чтобы вы сразу приготовили все ингредиенты и держали их под рукой. У меня уже все отмерено и приготовлено. Все ингредиенты и громовки для этого рецепта даны в описании. Нам почти одновременно надо приготовить сироп для заваривания марципана и так называемый крем-англес или английский крем. Фактически крем-англес это разновидность заварного крема, но он без сахара и более жидкий. Очень часто используется в кондитерке как база для разных других кремов. Для марципана я уже положила в сотейник сахар и воду и после того, как они закипят, я добавлю сироп глюкозы. Далее все смешаю и сироп без помешивания должен будет нагреться до 120 градусов. Для крем-англеса в сотейник я положила инвертный сахар, сгущенное молоко без сахара и пастеризованные желтки. Чтобы приготовить крем-англес и для этого рецепта, и вообще в целом, нам нужно при очень быстром помешивании довести эту массу до 80-85 градусов, то есть до легкого загустения и не превратить желтки в омлет. Вот это очень важный момент. То есть очень важно не перегреть, чтобы желтки не свернулись. Если вы готовите первый раз, запаситесь терпением, возможно, приготовьте еще одну порцию, потому что с первого раза это может быть не очень просто. Важно держать огонь ниже среднего и очень быстро помешивать и также наблюдать, чтобы ни в коем случае в креме не появились хлопья от яйца. Когда сироп и крем-англес готовы, последовательно снимаем их с огня. Сахарный сироп мы сразу выливаем в миндальную муку и хорошо размешиваем. У меня маленькая порция, но если вы готовите большую, то смешать можно насадкой весло в планетарном миксере. Фактически сейчас мы готовим таким образом марципан. Когда марципан стал однородным и полностью смешался, то я перекладываю его в миксер, добавляю цедру лайма и лимона. Не экономьте ее здесь, потому что это будет очень классный акцент в нашей конфете. Также я добавляю соль и крем-англес, который уже готов и тоже давно снят с огня. Дальше мы все перемешиваем до однородности. У вас марципан с кремом может быть чуть более жидким. Это во многом зависит от самого марципана, от орехов. Таким образом, помешивая насадкой весло, нам нужно остадить марципан с кремом до примерно 50 градусов. Вот что получилось у меня. Опять же, у вас консистенция может быть мягче. Я собираю полученный марципан с кремом-скребком из миксера и выкладываю на силиконовый коврик. Дальше немного разравниваю, чтобы получился квадрат, насколько это возможно. И, положив сверху пергамент, я раскатываю его в пласт. Толщина здесь довольно условна. Насколько высокой вы хотите видеть свою конфету. У меня получилась высота конфеты, наверное, около 6 миллиметров. Примерно так. Разравняв марципан, я насыпаю сверху сахарный песок. Достаточно плотно, но тонко. Для ориентира, наверное, скажу вам, высоту в 1 миллиметр. Примерно 1 миллиметр вам нужно высыпать песка сверху. И затем нам его нужно карамелизировать. По рецепту, как я говорила, автор предлагает это делать утюгом. У меня, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому небольшую часть, карамелизованную утюгом, что все-таки удалось карамелизовать, я оставила сверху на марципане. Но основную массу я уже карамелизировала обычной грелкой. Обычной кондитерской грелкой, которая заправляется газом. Ну, в общем, эта грелка для крем-брюле. Нам важно, чтобы весь сахар карамелизовался и превратился в хрустящую корочку. Как раз, какой она бывает на крем-брюле. В этом задумка. Когда все готово, марципан с карамельным сахаром сверху оборачиваем пленкой и даем ему 24 часа при комнатной температуре отстояться. На следующий день я вынула марципан из пленки, отрезала лишние края, чтобы сделать квадрат ровнее. И нарезала с помощью линейки марципан на квадратики, точно так же, как мы это делаем с нарезными конфетами. Барципан идеально сочетается с темным шоколадом, поэтому я решила его заглазировать в темперированном темном шоколаде. В качестве простейшего декора я использую вот такую текстурную пленку. Если вас завораживает работа с шоколадом и вам хочется научиться делать потрясающие трюфели, нарезные корпусные конфеты, разобраться в сроках хранения балансировки ганаши и уметь составлять свои рецепты, обязательно приходите на мой мини-курс по начинкам. Я уже упоминала его, информация о нем есть под этим видео. Когда конфеты полностью заглазированы, шоколад кристаллизовался, обычно на это уходит несколько часов, можно снимать текстурную пленку. И вот наш разрез. Конфетка действительно напоминает крем-брюле. Также она чем-то немного похожа на конфету столичную. Если знаете такие знаменитые советские конфеты в красной упаковке, вот чем-то она похожа и на столичные. И, конечно, у нее явный вкус марципана, потому что основа конфеты марципан. Это был очень интересный опыт приготовления такой необычной конфеты. И я буду очень рада, если вы поделитесь своим опытом, своим мнением, если приготовите эту удивительную конфету знаменитого шоколадье. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и до новых встреч! Пока-пока!